Девушки отдыхают Эти уголовные дела Это для вас Особый случай Сводку слышал Сегодня Я пропустил Наши фрицев разбили на ингульсы Жмэринку взяли Неделю назад Херсон Уже к Николаеву подошли вплотную Вот увидишь До конца года немцам Как говорится Гитлер капут Гитлер капута Тихо Слышал Там Читрит Стоять Я сынил Покушение на убийство Гражданки обчаренка Милиционера навака Бандит оглушил Ничего себе Мирный тыл Ну это же Харьков Весны 44-го года Сад Шевченко Рядом овраги Самострой после бомбежек Лачуги Ну настоящее Настоящее бандитское гнездо Странно Вчеринка вешают Милиционера навака Оставляют в живых Карточки и деньги У женщины не забрали Что это? Это хобби Старые открытки А Люби меня Как я тебя Купила оптом Целый альбом А вы не отвлекайтесь Вы работайте Работайте Ну меня ты уже знаешь А это Так, внимание всем Степа Мартынюк Наш опер Здравствуйте Здоровее видали Ну а это Анна Григорьевна Пантелей Легенда Учебники по криминалистике Писала Я знаю Читал Лень, давай без этого Анна Адрес Очень приятно Ну а это Ну как Калминдж Да Наше пополнение с фронта Адрес Ты что, не русский? Латыш А Вот Зайские немцы Я москвич Кстати Мартынюк Тоже не русская фамилия Ты что, Баклан Не русский Так В спортзале боксировать будешь? Фрис Не русский Так, все Работаем Здравия желаю Поздравия желаю Тебя в кустах шарахнули Так точно Ну что не побоялась сунутся молодец Так от толку-то Все равно удрал гад Скажи спасибо, что живой остался Я тоже побежал бы Да нужно было гражданку испеть левой ночи На ошейник вешали Стандартный собачий ошейник Но женщине повезло Повезли в больницу, будут жить Украли что-то Да ты прям пинкертон Ну не на кадриль же он к ней подвалил Лень, смотри, паспорт жертва Вера Овчеренко Живет недалеко Я сбегу? Вместе побежим Извините за хлам Дом аварийный Комната Верки Одна была целая На все крыло А когда наши стали бомбить Так и там трещины по стене И жить страшно И съезжать никуда А что это за баба Овчеренко? Овчарка? Да дрянь! Как такую пускают играть? В оркестре, в кинотеатре Ты понял, откуда у нее аккордеон? А в каком смысле дрянь Клавдия Пахомовна? Я же сказала, овчарка Но мы решили это от фамилии кличка От сраму Ейнова Муж на фронте сгинул А она тут с немцами спуталась Овчарка! Освободителем Рады были не все На бывших оккупированных нацистами территориях Во всех странах Начинали преследовать коллаборационистов И отдельно женщин Вступавших с немцами в интимную связь Во Франции таких насчитали около 30 тысяч В Норвегии 15 тысяч По СССР точных данных нет Но по докладу Абвара 4 тысячи женщин левобережной Украины Были привлечены к ответственности Подстилки или овчарки Так в народе называли Спутавшихся с немцами Приказы, поступавшие с Лубянки Прямо называли пособниками нацистов Владелец притонов и публичных домов И женщин, вышедших замуж за немцев Детей, родившихся от таких браков Забирали в детдома А самих женщин Чаще всего отправляли в лагеря Даже если удавалось избежать Официальных репрессий Жизнь овчарок была сущим адом Из-за презрения и ненависти соседней Сама живет? А кто же с такой станет? Вон ее дверь Подождите, Клавдия Пахомовна Живет одна, а свет из-под двери Твою мать Окно проверь Заперто изнутри Кто это? Зина Каляева Жена управдома Из соседнего подъезда Ой, горе Нашей зови А знаете, Зинаида Каляева До войны была артисткой Ну, не первого эшелона, конечно Вот ее открытка, кстати, очень-очень редкая С чего вдруг артистка и жена управдома? Война, люди меняли не только профессии, меняли свой статус И потом время такое Попался хороший мужик, держится него обеими руками Ну, что вы Что вы тут насчет трупа-то скажете? Да что Убийство явно оглушили чем-то сзади Потом задушили Ну, непонятно Что она в комнате Овчаренко делала А вы думаете, что эти два эпизода как-то связаны между собой? Убийство Каляевой и покушение на Овчаренко? Ну, все произошло в один день Соседки как-то связаны между собой, разумеется Вот только чем? Судя по состоянию тела Около трех-четырех часов прошло Угу На шее следы душили Словно запястье защищалось На руке разбиты часы Кровь на циферблате Разбили во время нападения? Да, наверное Ну да Вряд ли без стекла Часть киносила бы Значит За предположительное время убийства Можем принять 20-59 Да, вполне Это Через 40 минут Нападут на Овчаренко Следов взлома нет Дупликат пока не нашли Но открывали дупликатом А вот что интересно Стены облиты керосином Возможно от клопов У вас их тут просто море Ну это да Только керосином кровати Мажут они стены Больше похоже на попытку поджога Я тоже так думаю Лень Там муж убитый пришел Бурков Борис Модестович Хотел зайти внутрь Я не пустил Ну правильно Ну вы работайте Ну пойдем Поговорим Да почему Мне туда нельзя Там Я хочу ее видеть Пока нельзя Успокойтесь Работает группа Присядьте Да какой там присядьте Вам нужно собраться И поговорить с нами О чем Что ваша жена делала У Овчаренко Ну они подругами были Да боже упаси Это курва Да кто захочет с ней знаться Тогда почему она была в ее комнате Не знаю Не должно быть ее тут Мы только по одному делу виделись Чтобы она поскорее убралась отсюда Мы ей в главком писали И женщины ее за это Убили Да какой там Будут они еще руки марать Так подумаешь Пару раз за косы потянули Ну за всем же ж не уследишь Да и по делу между прочим Можно я Пока нельзя Вас позовут Когда будет можно Присядьте Да как Слушай Лень А если это Овчаренко Грохнула эту маму А он правдом Отомстил за жену Слушай Это мотив Надо будет только алиби проверить Да Только давай сначала с Эрой поговорим Голубушка Вам нельзя пока вставать Да вы не понимаете Мне домой надо Мне на работу вечер А вы поглядите Воскрешение блудницы Или как там в писании Раскаяние блудницы Если в писании Будете раскаяние Время дайте Вам лежать надо Я бы сказал сидеть Вам действительно нужно лежать У вас могут быть повреждены сосуды Да и некуда пока Комната опечатана Идут следственные действия Как? Почему? Потому что По чистой случайности Там убита гражданка Каляева Кровь На стенах керосин То Каляева у меня дома? Ну почему? А вот это нам и надо выяснить Вы же были с ней в ссоре Да я со всеми в ссоре Я понимаю куда вы клоните Но Но чтобы убить Да как я могла Ты смотри какая белоручка Тебе руки не стали марать Это бы не смогла Они то не стали бы Овчарка идет Да я не святая Но тут полгорода таких Шлюха Кто немцам сапоги чистил Кто стриг Кто брил Куда прешь Овчарка Надо выселить ее С нашего дома Я работала в их ресторане Убивать меня за это? Нет Не убивать конечно Тебе надо орден Красной Звезды дать За отвагу Под немцем Знаем мы эти рестораны Еще один прокурор Да разве кто-то Из наших баб лег бы Под немцем Если бы мужики От них не драпали Аж до Волги Ах ты тварь Сука Подстил Все тихо Отставить Что Калинин Немецкая кровь Заграла Я латыш А фамилия моя Калнинж Мартынюк Выйди А ты Думай прежде чем рот открывать Крепко думай А ты не пугай Меня дважды ваши органы проверяли И как видишь не расстреляли И не посадили А то что эти бабы Плевать на баб Труп в твоей комнате И ключи по всей видимости От нее только у тебя Так что давай Выкладывай Где была в момент убийства В котором часу Девять Я играю в кинотеатре Перед сеансами С полвосьмого до девяти Сеанс задержали Пленка опаздывала Можешь проверить Вам нужно лежать Поздно вечером В Харьковском парке Имени Шевченко Милиционеры предотвратили Убийство гражданки Веры Овчаренко Ее пытался повесить На собачьем ошейнике Неизвестной Преступнику удалось уйти Сыщики наведались В квартиру потерпевшей И узнали Овчаренко во время Окупации города Путалась с немцами За это ее ненавидели Все соседи В комнате Веры Обнаружили труп Жены управдома Зины Каляевой Женщину задушили Овчаренко уверяет К убийству соседки Непричастная Ну что Имеются отпечатки пальцев И следы обыска в квартире Вы хотите я расскажу Как все было Мечтая Пришли Свет не включали Дверь закрыли ключом Пользовались лампой На ней отпечатки пальцев Каляевой Искали что-то небольшое Плоское То что можно спрятать За картиной в раме Конверт может Письмо Потом посмотрите Сладкая на третье Каляеву оглушили сзади Упала Убийца ее додушил Лежала как упала Следового лачения нет Тогда убийца хорошо знала Каляеву Это потому что удар был сзади Ну доска скрипит А ты в Сталинграде за кого воевал Отставить С ума сошел Пойдешь в архив работать Душа еще хорош А хуки тебе поставлю Думаю сработаемся Ну что там За вкусненькое на третье Что-то нашли? Да Вот Фамилии нет А? Фамилии нет Похоже на Мансурову Да Книжка не подписана А так не понять Кто владелец Так Ну можно по номерам прозвонить Или по характеру записей Вот например Такого-то Оценка аварийности Снос Далее подчеркнуто Комнату проф. Успенскому Провести по августовскому распоряжению Номер 48 Угу Вот Это постановление Харьковского исполкома Сентябрь 43-го года Об обеспечении Жилплощадью Научных сотрудников Профессорско-преподавательского Персонала Артистов Художников И писателей Ну тогда вообще Все просто Нужно искать человека В жилищном отделе Который вселял Профессора Успенского Да Моя А откуда она у вас? Да так Нашли в одной комнате Рядом с убитой женщиной Что за ерунда? Узнаете? Первый раз вижу А эту? Ну Ну это Каляева Зина Артистка Я Я Ей И мужу ее Товарищу Бурко Помогал с жильем Хороший мужик Подпольщик Подлечиться после ранения Будем двигать Зина Зина Каляева Убита И нам бы Очень хотелось Знать Как ваша книжка Оказалась На месте убийства А Это где? В комнате Веры Овчаренко Ну да Я Был у нее По заявлению Граждан Она вроде Немецкая пособница Отселять ее надо Вот тогда И потерял Книжечку Это Как надо было Смотреть Чтобы Книжечку Обронить Это вы На что Сейчас Намекаете Я вам Кто У себя Матвей Иванович Тут Какое-то Безобразие Из меня Убийцу делают Журавель Это Может У тебя Какие-то Вопросы К товарищу Петрову Мы Приехали Поговорить Разобраться Мы Мы Просто хотели Попросить У товарища В порядке Добровольной помощи Следствию Взять отпечатки Пальцев Это Что еще Такое Да вы Понимаете С кем Говорите Понимаем Журавель Ясно Да Все-таки Нос А когда Подожгли Пожарный Сказал Около Полунощи Соседка Услышала Стекло Разбилось Благо Что у нас В коридоре Ведро С песком Стоит Немецкие Зажигалки Тушили И пожарные Приехали Вовремя Лень Нашел Калинин Ты знаешь Что это такое ТШ-300 Термитный Шар Точнее То Что от него Осталось Хорошая Штука Мы В Сталинграде Такими Немцами Выжигали Кирпич Плавит Диверсантам Положено Диверсантам Уже 3 июля 1941 года Сталин призвал к массовому партизанскому движению И уничтожению ресурсов на пути вермахта А ноябрьский приказ Ставки прямо указывал Разрушать и сжигать дотла населенные пункты в тылу немецких войск На расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края Для уничтожения населенных пунктов широко использовать партизанские диверсионные группы Снабженные бутылками с зажигательной смесью Гранатами и подрывными средствами Стандартная экипировка таких бойцов Стрелковое оружие Бутылки с самовоспламеняющейся смесью КС-1 Термитные патроны и шары Товарищи, товарищи, вам же Белов сказал Ко мне только с ордером А мы никому не скажем Где были вчера вечером? Дома Жена подтвердит, если что С ТШ-300 во время службы дело имели? Сам не использовал Больше бутылками поджигали Да в чем дело? Дадите показания по интересующим нас вопросам Андрис, приведи жену, товарищ Что? Валя здесь? Вы за это ответите? Отвечу, если надо будет А вы присядьте Гражданка Петрова Ваш муж утверждает, что вчера вечером он был дома А как же дома? Когда пришел? В одиннадцать Он ей подсказал А зачем вы подсказали? Так, присядьте Вы тоже садитесь Дайте им бумагу Друг на друга не смотреть Пишите, что было на ужин Глаза вниз, не перемигиваться Ну, что и требовалось доказать Что, в разных местах ужинали? Жена указала борщ Муж макароны Врут Но это легко проверить Как? Петров Начальник отдела горкома Вряд ли он ходил пешком по городу Тем более с учетом разгула Бандитизма Поэтому надо допросить его водителя Ну, говори Да что вы давите на меня? Мое дело баранка Петрова спрашивайте Его не спрашивают, Семенош, а допрашивают А ты скрываешь сведения в деле об убийстве А это тянет на соучастие Мужики, прошу Они же закопают меня Если я скажу У меня дочь, жена Да я тебя сам закопаю, если не скажешь Выйдешь уже к дочери на свадьбу Ну, колись Двадцатого Меня начальник отпустил Пешком ушел А вчера Я его отвез после работы на тринклере пять Ну, смотри, я проверю Если врешь Не вру Он с пакетами в руках в гости пошел Степ Степа Да? Смотри, Семеношка Мы все проверим Леонид Петрович Вам сахаром? Нет, без сахара Хорошо О, чаевни ищите Ну что? Было на тринклера пять Вернулся аж пол первого ночи Что интересно, в здании есть черный ход До дома общеринка полчаса пехом Я лично проверил Вышел, поджег и обратно вернулся С пакетами в руках? Спасибо Нет, без Оставил в гостях Жуэта Мада Артистка Симонова Анна Любовница? Думаю, что да Разговаривал? Я Ну Поехали Поговорим с этой Симоновой Анной Ну, Петрова я знаю Но с вами о нем говорить не буду Я с вами разотковенчиваюсь А он мне потом голову свернет Человек-то Большой Не свернет Он у нас За убийство Каляевой А вы, кстати, с ней В одном театре работали, да? Ну, раз так Да, мы с ней дружили Она после освобождения города Появилась Актриса хорошая Сильная Ну и Человек компанейский Скажите, а У Петрова с Каляевой Как отношения складывались? Как у всех Или вы думаете Они в театр Спектакли Смотри Ходят Так что это Получается Она была Любовницей Петрова? А знаете Как это быть Красивой женщиной На войне? Вот у вас Сила есть Власть Оружие вон А у меня что? Немножко спереди Немножко сзади Не жалоби Нормально живешь Не голодаешь А потому хорошо я живу Что всегда мужик Сильный есть И у меня И у Каляевой А как же так? У нее же муж Бурко А Бурко И Петров Друзья Как она могла? Ну этого я не знаю Пепельницу принеси Скажите Это Ваши консервы? Да Петров позавчера Расплатился А во сколько ушел? В пол первого ночи У Петрова алиби Да и отпечатков его В комнате Овчаренко не обнаружено Врагов в горкоме нажил А в расследовании Мы так и не продвинулись Да Журавель слушает Да Что? Что? Сейчас выезжаем Ну что там? В доме Овчаренко Строители разбирают Сгоревшее крыло В ее комнате подорвали Половицы А там лаз Куда? В тайную комнату Поехали Прямо гостиница Метрополь Номер люкс Лежачок так себе Зато Вид какой Да это же Для наблюдения Из него комната Верки Как на ладони видна Тут кто-то прятался Правда Недельные данности Свежая еда Овчаренко здесь Кого-то прятала Кого и зачем? Да даже например Вот фотографирую Петрова А потом его шантажирую Я узнавал В этом здании До революции Раньше был бордель Из дорогих Комнату скорее всего Оборудовали тогда же Ну вот представьте Пришли клиенты А тут фотограф Похоже Очень похоже Интересно Поздно вечером в Харьковском парке Имени Шевченко Совершено нападение На Веру Овчаренко Преступника Спугнули милиционера Поэтому жертва Осталась жива Сыщики Наведались в квартиру Потерпевшей В ее комнате Они обнаружили Труп жены управдома Актрисы Зины Каляевой Женщину задушили Через несколько дней Дом где проживали Женщины сгорел При осмотре Обнаружили в жилище Овчаренко Лаз в тайную комнату Все говорило о том Что до недавнего времени Там кто-то прятался Смотрите Какая-то порнография старинная Надо будет Пантелея дать на экспертизу Не, не старинная Это немецкая фотобумага Агвалюпекс А фото свежее Так может быть Их искали За картинами А вчеринка Скорее всего Их прятала От наших Это же вещдоки Она тут Развлекалась С немцами Ее кто-то Фотографировал А поехали В больничку К Вере И спросим А куда это вы собираетесь Мне уже можно домой Дом сносят Там был пожар А кто-то погиб По поводу того Кто в тайнике сидел Я не понимаю Какой тайник Ну нет смысла Отпираться Мы нашли Лаз и тайник За стеной Ты кого прятала Падла Подбирай слова А она нам не скажет Да, Вера А нам и не надо спрашивать Вот Картина Которая висела В твоей комнате А это подпись Узнаешь? Ну что Теперь будешь Говорить? Почему такая реакция? И при чем тут картина? Стоп Картины висели на стене И в тайнике кто-то рисовал Подпись А Овчаренко Картина рисовал ее муж Андрей Овчаренко Художник Оп О, смотрите Тут еще в открытке Вера прятала Своего мужа В тайнике Ну так ведь Он же на фронте Мы подняли Материалы По Овчаренко Комиссар Был призван В августе Сорок первого Сорок втором Пропал без вести Под Харьковом Ну а где точно Кто его знает Тут такая мясорубка была Выходит Она его прятала С мая сорок второго Ничего себе Ну почему Евреи Комиссары Коммунисты Все изымаются Приказ немцев Сорок первый год Что такое изымаются Нагадаться не сложно Хорошо Зачем от своих прятаться То немцы любовники То муж за стенкой Вот что-то не вяжется Вы нашли Кого я просил Да Миславская Жанна Работала в борделе Коллега нашей Овчарочки В коридоре Степ Да Садитесь Расскажите нам О Вере Овчаренко Кем работала в борделе Как долго Что делала Да на аккордеоне играла Зимы Сорок первого Первая добродетель Германцев Известная верность Несколько неуклюжая Но трогательно Великодушная верность У вас ведь кольцо Вы ведь верны Своей жене Своей семье Услышат гейны здесь Из уст прекраснейшей Украинки Которых вы считаете Свиньями Низшей расой Простите, фройля А Вчаренко умудрялась Не подпускать к себе немцев Хотя баба красивая Но с одним Интендантом Все же переспала Чтобы Не выкинули И квартиру Не подселили немцев Была помешана На той комнате Понятно Спасибо вам Вы нам очень помогли Пойдем До свидания Мальчики Нет, ну вы видали Так давайте работать Это понятно Почему она была Так помешана На комнате Муж за стеной И куда его деть Ну все сходится Муж убил Коляеву Он знал На какую половицу Стать, чтобы не скрипнула И как уйти незаметно Да не все сходится Ну что Коляева там делала Почему дом подожгли Что искали Да и Кто повесил Овчаренко в парке Ну не муж ведь Смотрите Вот фотография С места убийства На коленке Коляевой Пятно А вот это вот Фотография Из-под полы На этом безобразии У одной из участниц На коленке Тоже пятно Так выходит Коляева Участвовала В съемках Этого безобразия Откуда у вас Эти фотографии Вы знали Коляеву Раньше До ее переезда Это ты приказала Андрея убить ее Да нет Тогда что произошло Я не знаю Хватит вилять Я не знаю Что произошло И Андрей здесь Ни при чем Это все я Рассказывай Андрей пришел В сорок втором Во время разгрома Под Харьковом Бежал из войны Части Я прятала Его дома В тайнике Тот тайник Мы нашли еще До войны Но Желтоварющество Говорить не стали А просто Заложили От греха Подальше А с началом Войны Я сделала Лаз через подполы Там Доски в нужном месте Держались На фаршивых Квоздях А зачем Тайник Для продовольствия Потом и для нужд Подполья Я ведь осталась В городе И пошла К немцам Не по своей воле По решению Обкома Только доказать некому Левтина просила Вернуть Томик Пушкина Томик сдан в библиотеку Что говорит центр Есть для вас задание Ответственное И Деликатное Устройтесь в бордель Немцы сейчас Везде открывают Ну Да вы что Я ведь комсомолка У меня муж Да не спать же Посудомойкой Или Куховаркой Это важно Там будет доступ К высоким чинам Они там не то что Без охраны Без кольцом Это очень важно Мы вас не забудем Хорошо Об этом знали Только мой связной И Бакулин Подпольный секретарь Потом подполье Разгромили И Я из борделя ушла Но люди то видели И обелить мне некому И Доказать ничего нельзя И вдруг встречаю Нашего связного Оказывается это Наш новый управдома Бурко Здравствуйте Я в черенка С пятой квартиры Вызывали? Это же вы Что? Пригрелась в борделе? В смысле? Покажешь свое мастерство? Да нет Ну что вы Чего ты? Чего ты? Это перестань Нет Нет Это что такое? Курва мать Овчаренко Твою комнату Придем смотреть позже Но готовься на выселение Пошла отсюда Это что такое? Работа Я просила ему Несколько раз Рассказать кто я И что по его заданию Там работала Но он Молчал Это Каляева Сразу поняла Что управдома От меня нужно Ах ты тварь Мало тебе немцев Курва мать Так ты еще И наших мужиков Курва тянешь Да На тебе тварь На тебе тварь На На Ущерак Увижу возле моего мужика Убью Я уж думала Все Ногами забьет И Заступиться некому А потом вижу У него на колене Родимое пятно И я вспомнила Я ведь эту Каляеву Раньше видела В сорок втором Перед летним наступлением В бордель Приезжали какие-то чины Чуть ли Не сам Паулюс И двух девок С собой привезли Актрисы какие-то С Киева или ровно И Вот одна из них Была эта Каляева Снимали всякую Похапщину А я снимки Забрала для наших Ну Для вас то есть Теперь нам есть Чем ответить им Теперь они нас не тронут Иначе ей петля Ему тоже Я вот эту им отдам Как аванс Я думала Они отступят Но нет Они нанесли удар Этот Бурко Пытался меня убить И поджог тоже явно Он устроил Чтобы карточки сжечь Ну А где сейчас Муж может прятаться Я не знаю У него кроме меня Никого и нет Да она же чокнута Такой придумать Тварь Овчарка То есть на фотографии Не ваша жена Да конечно же нет Я Зину в сумах встретил Честнейшая женщина А это все Клевета А больше ничего Не сохранилось Увы Только одна карточка Так что извините За беспокойство Служба такая Жаль Что остальные Все фотки сгорели Правда Овчаренко Обещала После выписки Какой-то архив сдать Да Кстати вам Придется Выделить ей комнату Где? Где? Где угодно Это не обсуждается На выход Выписывается завтра Так что Поторопитесь Помогите Вера Стой Стрелять буду Вы кто? Милиция Держи его Как ты? Нормально А где Вера? В госпитале В безопасности Правдом она Повал Черт с ним Одним больше Одним меньше Что муж Что жена Оба твари В машину его Адрес Да Вызывай каталажку Ну а ты молодец Вера Меня прятала Чтобы Не выселили Из комнаты На страшное шла С Петровым Спала Да я знаю Что ты сейчас Чувствуешь Да я дрянь Проститутка Петров мог нас выселить Теперь не тронет Теперь у нас есть Против них Фотографии И Петров В ночь Когда я ждал Веру С работы Слышал как Дверь открылась Коляева Вошла И стала Везде рыться Слышал Продолжение следует... Сел ждать Веру, потому что надо было вынести как-то труп. Услышал вас в коридоре. Спрятался в тайнике. Слышал, как вы разговаривали о том, что с Верой случилось. Думал, как помочь. Потом пожар. Чудом выбрался. В чем был? Узнал, где госпиталь, в котором она лежит. Ходил, ждал выписки. Увидел, что этот гад за ней следит. Ну и пошел за ними. А теперь что? Расстрел? Мы не судьи. За то, что жену защищал, много не дадут. А вот за Каляеву... Да я за дезертирство. Ай, ладно. Все в тюрьме просторнее, чем в том закутке. Слабак. А, в тюрьме Овчаренко долго не засиделся. Расстреляли? Ну, зачем же так сразу? Штрафбат. Воевал, искупил кровь, вернулся после войны. А Вере что? Вере, а ей-то за что? Ну, как, пособничество оккупантам, нет? Да, испорченная анкета, это, пожалуй, все, чем она отделалась, если говорить об официальной части. А так, разве не ее больше всего наказали в этой истории? Ладно, это вам. Что это? Открытка. Мы расстаемся без страдания. Я верю в скорое свидание. Это мне? Да, да, да. А я ведь собираю старые открытки. Откуда вы узнали? Интуиция и оперативная смекалка. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Жарковато. А так ничего. А так ничего. Стоять! Стоять! Истребительный батальон. Боец Бойко. Документы. Что случилось, хлопцы? Да тут, батька, что не день происшествия. Что везете? Да он сено крохит в соседний колхоз. Коням жрать нечего, а травы пока подымутся. Сено немного, а телега вон какие следы глубокие оставляет. Слушай, ты штыком пока сено пощекочи, я сейчас с ним поговорю. Стоять! Стоять! Документы на сено есть? А у вас? Если бы военные, а то... Петро! Тут что-то есть! Что? Что? Полтавщина, июнь 44-го года. А почему дороги патрулировал истребительный батальон? Неужели на Полтавщине было так напряженно с бандитизмом? Ну, во-первых, истребительные батальоны не только бандитов ловили, но и диверсантов, коллаборантов, пособников. А во-вторых, дефицит кадров. Милиции-то почти нет. Ну и как выкручивались? Да из восточных областей страны командировали опытные кадры. Дело об убийстве тогда вела группа Евгении Бурды. Это та, что из Ростова-на-Дону? Сама она из Одессы, но войну ее часто перебрасывали. Господи, да вот же она. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж это делается такое, а? Ай-яй-яй-яй. О, начальство едет. Значит, мы тут сами не допетраем, что в то и кого. Я тут в гражданскую еду, и что бандитов ловил. Старший оперуполномоченный Иван Юхимович Остапчук. Да как вы допустили? Убийство средь бела дня. Извиняюсь. Да шутит он. Вообще он добрый и по сути, и по содержанию. Фамилия такая Анатолий Добрый. Это Жора Легиза. И Иван Захарыч, криминалист от Бога. Я Евгения Марковна Бурда. У вас соображения по делу есть? На Телея было двое. Ехали они со стороны Полтавы. Их там по пути видели в Бруновке. Ну а кровяной след и колея туда ведут. Собаку бы. Да тут и без собаки все ясно куда. Вот. Посмотрите. О. Тут все прямо, прямо аж до развилки. Ну а там осмотримся. Ясно. Ну пошли. Осмотримся. А тут. Направо. Иван Юхимович. А? Мы точно след не потеряли. Точно сюда свернула телега. Так что я шо? Уже ж кривое колесо колею видите? Точно. Угу. А шо такое? Шо баба начальница, а? Твой отец такая баба, шо вот тут больше, чем вот тут. Вот такие арбузы у нас в Ростове. А у вас, батя? Послушай, добрый. Давай ты о прелестях Бахчи не при дамах будешь говорить. Иван Юхимович. А? Тут кровь. Хорошо бандита задела. А плохо, что хорошо. И с счет крови взять бы преступника теплым. А потом признание царицы доказательств. Ну, что скажет местный следопыт? Крови много. Долго телега стояла? Долго. Ходил один. Сбрасывал. Сбрасывал шо-то прямоугольное. Вон след угла в земле. Потом волочил. И потом заметал следы. Идите сюда, Кач, нашел. Улики прятали. Второй фронт. Целое состояние. 4 миллиона 915 тысяч 818 тонн. Такой цифрой исчисляется объем продовольствия, поставленного по ленд-лизу в СССР. По подсчетам американцев, этого хватило бы, чтобы кормить 10-миллионную армию все 4 года войны. Союзники называли это помощью, но гораздо реже говорят об обратном ленд-лизе. Во время войны Советский Союз поставлял в Америку хромированные и марганцевые руды, золото, древесину. Союзники присылали нам спирт и муку, шоколад и специально сделанный для СССР консервированный борщ, яичный порошок, который острослово окрестили яйцами Рузвельта. И, конечно же, американскую тушенку в банках с ключом, в народе названную вторым фронтом. Внимание! Предельная осторожность! Дезертируйте, шо? Документов нет. Вот гильзы все они. Похоже, стреляли из телеги. Проверьте, из этого ли пистолета? Делаем. Знакомый? Там вроде как он из того села. Рябчук, кажется, фамилия. Сельсоветом кирувал. А вот у молодого я не знаю. Это что такое? Кто разрешил? Вы кто такие? Тихо, батя. Угрозыск. Вот товарищ утверждает, что это ваш односельчанин. Макита Калинович? Так кто же его так? Ястребки наши. А он, видать, их. Что за человек? Я Кеусев. Положительный. Тракторист. Был председателем сельсовета. Бандит он. Да не может быть. А это вы узнаете? Так это ж сын его, Миколка. В сороковых ездил поступать, так и не вернулся. Судя по романтическим татуировкам, университет окончил с отличием. Татуировки блатные, шрамы осколочные. Значит, сидел и воевал. Штрафбат. В сороковом Николай Рябчук попался на вагонный краж. В общем, не доехал парнишка до института. Дали два года. Потом добавили за побег. Ну, а в сорок третьем попал в штрафбат и скупил кровью. В сорок четвертом опять бежал. И вернулся домой. Ну, все банально. Все банально. Отец прячет сына дезертира, вместе грабят, чтобы добыть пропитание. А вот и протоколы обыска в их доме. Так. Мука, консервы, керосин. Краденая? Ну, согласитесь, Артем, вряд ли такое дело попало бы в наш архив. Это только присказка. Заинтриговали. И в чем подвох в происхождении тушенки? Здрасте. Здрасте. Иван Яхимович. Да. Ничего, что у вас в кабинете пока? С такой работой я тут бываю раз в три дня и сейчас не засидимся. Ну что, установили, с какой базы тушенку украли? Оперативная проверка показала, что на всех наших воинских базах и складах тушенка в сохранности. Но один инцидент был. Вот здесь. Несколько ящиков взяли. И аккурат, в день, когда Рябчуков постреляли. Осторожней, Евгения Маркова. Спокойно, майор. Себя в руках держите. Этот водитель был? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что был? Добрый. Рассказывай, как дело было? Мы туда-сюда тушенку в клуб везли. Ну и тут такой стоит телега. Мужика два не пройти, не проехать. Ну я-то подумал, что проверка тудой-сюдой. Да какая проверка тудой-сюдой? Головой думай. Евгения Марковна, уверяю вас, насчет проверки документов и военная комендатура, и автоинспекция инструктируют строго. Ну я-то не спорю. Ну сам виноват тудой-сюдой. Ну мужикам нужна была помощь. Ну вышел да помог, а? И не побоялся ехать в такой глуши, а? Ну так а что бояться-то? Ну я же с этим. С американцем-то был. Эй, мужики, убирай арбату тудой-сюдой. Ты лучше иди да помоги. Что? Помогай давай. Тьфу ты, зараза. Что там у вас? Вот колесо заклинило. Давай поднимем. Ну как можно было и через центр ехать. Да тут ближе, никого нет. Да и вдвоем-то были. Чертов с два помогло, конечно. И мне, и американцу досталось. Ну я правда говорю. Ну его и спросите. Эти на телеге были. Они с собаки тудой-сюдой. В телеге было двое. По голове бил третий. Не рассмотрел кто? Левша. Удар был сзади, слева. А у нас, рябчики, оба праворукие. У одного оружие было в правой руке. А у второго пальцы табачные, желтые. Тоже правые. А третий, третий. Кто же третий? Почему его на телеге не было? Да черт с ним, с третьим. Пропал и пропал. Тем более никто не погиб. Союзники просили шуму не поднимать. Это у вас не погиб. А у нас куча трупов. Что за союзники? Ну вы даете. Вы что, не знаете? Весь город шумит. Американцы в Полтаве. В феврале 1944 года американцы убедили Сталина разрешить строительство на территории СССР аэродромов для летающих крепостей Б-17. Самолеты союзников несли потери. На обратном пути после бомбардировок их ждали немецкие истребители. Авиабазы в Союзе позволили пролетать Германию насквозь, заправлять самолеты и снова уходить на вылет. В начале июня 1944 года в рамках операции «Неистовый Джо» 64 летающих крепости, отбомбившись по объектам в Венгрии, совершили посадку в Полтаве. Еще 65 в Миргороде. Встречали американцев с размахом. Приехал даже посол Гарриман. Полтавчане рвались увидеть союзников, пообщаться. В городе работал американский клуб. Вспыхивали романы с украинскими девушками из числа вольнонаемных. Правда, эти контакты беспощадно пресекались с Мершем. И финал любовных историй был трагичным. Известно о самоубийстве рядового первого класса Ричарда Кержнера, влюбившегося в украинскую девушку, но получившего категорический отказ в просьбе о женихе. Вышить они, Шаро, выше! Вот так! Молодец! Вам чего, граждане? Здравствуйте! Капитан милиции Бурда. Мне бы поговорить с американцем, пострадавшим во время ограбления полуторки. Вот как? Этот у них старший. Тихо, 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 родная. Ты что, спятилась, что ли? В июне 1944 года под Полтавой нашли застреленными двух бойцов истребительного батальона. Их убили отец и сын Рябчуки. Выяснилось, Рябчук-старший, председатель Надержанчинского сельсовета, прятал своего сына Николая, ранее судимого дезертира. Рябчуков нашли убитыми неподалеку. Но кто расправился с ними? Незадолго до гибели отец и сын ограбили полуторку с американскими продуктами. Груз перевозил рядовой Садыков и американский военный. Значит так, короли, слушай мою команду, чтобы я вас здесь не видел. Да вообще-то мы не армейские. У нас есть свое начальство. Вот только не надо заставлять меня звонить наркому. Только замяли скандал с машиной, как она снова лезет. Идите отсюда. Вы извините, что так, вопрос тонкий, союзники все-таки, а мы тут с полуторкой опозорились. Если хотите, я попробую ваш вопрос с полковником проговорить. Ну, тогда с меня, Магарыч. А ну что вы, я о результатах вам сегодня сообщу. Восемь. У кинотеатра. Идет? Майор. Это понимать как согласие? Понимая, да как пошел ты со своими любезностями. Ясно? Занята она. Итак, в банде, ограбившей машину и вступившей в перестрелку с патрулем, минимум трое участников. Да, но наш водитель его не видел. Напал со спиной. А допросить американца невозможно. И что остается? Вещь докера сумеется. Крайне интересная. Дипломаты хреновы. Видать к американцу не пускай. Ну, что вы там шепчетесь, как гимназийский на балу? Лучше дайте с чем работать. Не с чем? Иван Захарыч, не подведите. Женечка, когда же я тебя подводил? Пистолет Рябчука-младшего. Необычный. Это американский Кольт М-1911. Да ничего такого. По Ленд-Лизу идет. Сам бачил. Ладно, идем дальше по американскому среду. На старшем Рябчуке, простом деревенском дядьке, прекрасная рубаха. Шитая, судя по этикетке, на Манхэттене. Явно новая вещь. Купить такую даже выменять негде. Тем более в такой дыре, как Полтава. А, и все Ростовы лучше. Значит, Рябчуки как-то связаны с американцами с авиабазы. Но как? Кто-то там толкает нашим товар на черный рынок. Тушенка, вещички. А полуторку тоже с американской едой остановили. Надо говорить с хозяином рубахи. Установить можно? Так, Женечка, уже? Да. Конечно. Хорошо. Загдюк. Монограмма на рубашке. И что, вы думаете, что вас до него пусть? Велено же держаться подальше. А, отец. То у нас вещдоков не было. Учись работать, Полтава. Ну-ну. Чек столько его научит. Где этот чертов переводчик? Ладно. Бурда. Да не, ничего есть и можно. Сидайте. Можно без переводчика. Это я сейчас дюк. А до того, как мой дед переехал из Киева в Чикаго, мы были с ардюками. Спасибо, что вы согласились встретиться с нами. Я не знал, что меня шукают. Я человек честный, бояться и ничего. То что у вас? У нас четыре трупа. Вот. Эти везли тушенку, похоже, украденные у вас. Какие пики. Так, это они были. Шкода, что не смог вашему парочку допомогти. Машина ехала до клуба зи складу нашего. Эй, мужики, убирай арбату дой-сюду. Да лучше иди да помоги. Что? Помогай давай. Тьфу ты, зараза. Что там у вас? Вот колесо заклинило. Что там все стало, я не вижу. А когда я убью шоу, побачу, лежит шофер. И тут мне помоги три бац, беркиц и я о нокдаун. Погоди-ка. Машину ты обходил по часовой стрелке. Ну так, подивитись, а че монтаж целый. Так. И ударили тебя тоже сзади? Можу показати, а что? А то, что либо нападавший обходил машину вслед за вами, а вы этого не слышали, что подозрительно, либо был четвертый бандит. А вот цього я не знаю, леди та джентльмены. Может, ще щось? Ще. Вот. На нападавшем была американская рубашка. Чистенькая, без единого пятнышка крови. А вот на ней вышитая монограмма. Вопрос. Где же он умудрился ее с вас снять? Ну, це взагалі не загадка і не кримінал. Я викинув її, коли прилетіли. Тисла. Може, хтось із ваших підібрав її поті? Мені час. Гуд лак. Це ж части англійською. Давай, давай. Толик, вот эти фото. Пусть Климов пальцы дюка откатает і сравнит с отпечатками на ящике. Сделаю. Евгения Марковна. Да? Ты взаправду думаешь, що американец причастен к ограблению? Ну, шо йому тут тушенку за рубль здавати? Не знаю. Видать, предложили щось. Ну, чую, брешет наш лечо, як сивий мирен. Пошли. Толь. Ну, че, віздок. Угу. Вот, вижу. Результаты экспертизы. На фотографиях дюк оставил свои отпечатки пальцев. Такі ж найдені і на ящиках с тушенкой. Да. Нет, конечно, це все интересно, але пустое. А почему, Артем? Ну, я б на його месте сказав, що помогав грузити ці ящики в машину. Так, що трогав їх на складі, так що відпечатки оправдані. Так і є. Це іменно то об'язнення, яке він іспользовував. Ну, значить тупик. Ну, як знайти третєго бандита? Тупик. Здрасте. Калибр. Входне отверстие 11-43? Ну. Це ж не наш стандарт. Це 45-й калибр у американців. А у младшого Рябчука в руці був кольт 45-й калибр. Так, Іван Захарыч, пулю извлечь і проверьте безотлагательно, не з Рябчуковського ли кольта було випущено. Так, а що у нас тут на груди? Смышленый. Я на смышленому із Одеси евакуировалася в сентябрі 41-го. Може, ти виделись. Так, Толик. Іван Юхимович. Думаю, що в Полтаві моряков не так уж і багато. Попробуйте через военкомат установити личність. Добро. Ой. Этот некто Константин Матвиенко живет в Шилах по соседству с Рябчуками. Іх часто видели вместе. Ничего предусудительного. Випивали і все тут. У кримінального прошлого за Матвиенко не водиться. Ну да. Жена у него. Дети. Озлобленний после ранения. Ну, це понять можна. Коє-що є важне. Вистрел був произведен із Кольта 19-11. Точно младший Рябчук убил? Вечно ви торопитесь, Анатолій. Із Кольта, але не Рябчуковського. Подождите. Така ж пуля проходит по-другому делу. Так. Так. 5-го іюня за два дня до налета на полуторку. Сторожа убили. Восемь мешков муки взяли. Анатолій. 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 На теоретике хорош лясо тащить. Поехали посмотрим, чем жил покойный. Поехали. Какой позор. Убили мужа. А теперь все село смотрит. Как у нас в вещах копаются. Вроде он бандит, а не жертва. Ну, хорош жалобить. Он бандит. В доме есть оружие, краденые вещи, ценности. Да откуда? Вон коню. Вилу, вот и все оружие. Евгения Марковна. Да. Что-то интересное. А ну-ка. Ничего себе. Молодые Нью-Эсса. Они в Полтаве стоят. И вот, извините, эмблема. Красиво воюют союзнички. Кажан, что надо? Так. Знакомые инициалы? ЗД. А это что? Это кто на фото? Сделана на зарубежной бумаге. Свеженькая. Кодек. А ну-ну-ну. Так я знаю, где это место. Это возле авиабазы. Вот это дерево там приметное. Ну, по крайней мере, нам теперь есть о чем поговорить с Дюком. Он однозначно связан с Матвиенко. Ну да, он опять скажет, что куртку выбросил. Так, можно детей не пускать во время обыска? Солнышко, а тебя как зовут? Эля. 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 Кажуш, тут снимали. Вот это дерево. Оно тут одно в чистом поле. Его все-все знают. Угу. Ясно. Эля, тебя сюда привозили? Ага. Зачем? Не знаю, это муж. Он привозил, правда, Элечка? Угу. Девочка, ты смотри на мне в риммаж милиция. Только правду. Кто и зачем тебя сюда привозил? Мама? Папа привез. Велел подойти вот сюда. Встать вот здесь и стоять. Смотреть туда и не двигаться. А я простояла минут пять. Да, а дальше? Пришел мужчина с фотоаппаратом? Американец? Нет. Что ж ты врешь, девонька? Вот же фото. Как же его сделали, если никто не приходил? Я не вру, не вру. Мамочка. Что ж вы мучаете-то, ребенка? Ладно, коллеги. Какие будут соображения? Да врет она. Боюсь, что Анатолий прав. В чистом поле, тайно, ее никто бы не смог сфотографировать. А снимок есть. Здесь только база, но до нее уж далеко. Дюк фотографировал, занятый, чую. Не забудь ее к делу подшить. Ладно. Я тоже думаю, что Дюк фотографировал. Только зачем? Зачем, зачем? Запад, моральное разложение. А тут война. А знаете, что сейчас за шоколадку можно добыть? А эти бабы вокруг, в них так и вьются, вьются. Фу, срамота. Да вы что, с ума сошли? Эля 10 лет, она ребенок. От таких родителей ожидать можно все, что угодно. Толик. Звучит жутко. Кто их знает, тех американцев? Пусть Климов поколдует над фото. Извините, определить точку съемки не удалось. Только вектор снимали со стороны базы. То я и без экспертизы вам показал. Но меня заинтересовал один фрагмент, и я его увеличил. Обратите внимание, здесь, на фотографии, что-то в траве. А вот увеличение. Это же ткань. В горошек. Как сынка Катерины. Я говорил, они врали. Она была там, пряталась в траве. Значит, знает, зачем фотографировали девочку, и какая у нее связь с американцем. У самой Катерины связь есть. И весьма крепкая. Ответ из Москвы пришел. Американец-то у нас непростой. Так, Закария Дюк, гражданин США, инженер. Посещал нашу страну дважды. В 1929 году Сталинград, и в 1932-33 годах Харьков. Вот справка по делу сестры Катерины Матвиенко, Анны Ильченко, Харьковчанки. Домработница американского инженера? Именно. Дюка. Угу. Так, 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 так. Становится все яснее. Но только что американец делал у нас, и откуда у него домработница? Ковал мощь страны советов. Харьковский трактор настроил. Да ладно, серьезно? Американцы? Угу. Индустриальные гиганты первых пятилеток в газетах называли трудовым подвигом советского народа. Умалчивая, что некоторые из них возводили по иностранным проектам зарубежные специалисты, легендарный американский архитектор Альберт Кан, специализировавшийся на строительстве промышленных объектов, получил от советского правительства заказ на постройку 550 заводов. Сумма контракта составила 2 миллиарда долларов, по нынешнему курсу 250 миллиардов. Некоторые промышленные гиганты, например, АЗЛК или Магнитка, были копиями аналогичных объектов в США. Сталинградский тракторный завод и вовсе собрали в Америке. В разобранном виде перевезли в СССР и за полгода собрали заново. Ковали мощь страны советов и немцы. Фирма Юнкерс построила авиазавод в Филях, а инженеры Сименса проектировали московское метро и Днепрогэс. Иностранцам щедро платили. Для них выстраивали специальные гостиницы, коттеджи и целые поселки-колонии, в точности повторяющие американские или европейские городки. Да если бы просто домработница, жена она его. Жена? В деле этого нет? В деле нет, а в жизни жена. Элька, дочь Дюка. Я бы и молчала о дне неприятности от этого. Но они давно уже нет живых. Значит, фотографию делал Дюк? Его там не было. Просто просил привезти Эльку на то место, увидеть, убедиться, что я не вру. А откуда он вообще узнал про девочку? Я тогда его в Полтаве увидела. Они только прилетели, у клуба. Анька-то фото его показывала. Ошибки никакой, он. Ну как, союзничка видела? Может, и себе кого присмотрела? Вместо коллеги. Дюка сегодня встретила. Опа! Элькин папашка объявился. Интересно. А американцы, они ж богатые. Тут можно что-то придумать. Не суйся, не надо. Знаю я твои придумки. Вдовой меня хочешь оставить. Допрыгаешься же. Пожрать что будешь? Пойдёк? Заткнись. Не твоих мозгов дело. Вы знали, что он грабил с Рябчуками? Я боялась его. Нрава у него не приведи Господь. Значит, договаривались ваш муж и Дюк? О чём? Отдать девочку? За жратву продать? Не знаю. Просто просил привезти Эльку. Зачем? Ума не приложу. Куртки, зажигалки мне непонятны. Я на квашпункте работаю. Моё дело капусту по столовкам развозить, дать детей растить. Я же не сказала неправду, тётя. Меня не посадят? Вы спросили, кто привёз. Отчим привёз. А кто был со мной, не спрашивали. Я бы ответила. Не бойся, малышка. Тебе ничего не грозит. Всё складывается. Девочка – это связующее звено между американцем и Матвиенко. От него уже цепочка в банду. Если Дюк убедился, что девочка – это его дочь, то что на них могли потребовать взамен? Еду? Похоже на то. На полуторку однозначно навёл американец. Тормозить машину с военными – дело рискованное. Мало ли что там. Да, может быть, провианты, а может быть, автоматчики. Вот-вот-вот. И в итоге пролить свет сразу на три преступления. Убийство сторожа на складе, нападение на полуторку и убийство Матвиенко может лишь один человек. Зак Дюк. Значит, надо допрашивать. Надо. Там у вас есть бумага. Бурда обратилась к начальству с просьбой о содействии в следствии организации допроса. В июне 1944 года под Полтавой нашли застреленными двух бойцов истребительного батальона. Их убили отец и сын Репчуки. Выяснилось, Репчук-старший, председатель Надержимчинского сельсовета, прятал своего сына Николая, ранее судимого дезертира. Репчуков нашли убитыми неподалеку. Следствие установило, у них был подельник, фронтовик Константин Матвиенко. Втроем они грабили склады и машины с провиантом. Сыщики предположили, наводил их американский военный Закария Дюк. Он работал в Харькове в 30-е годы. Там у него случился роман с местной жительницей. Родилась дочь. Девочка после смерти матери воспитывалась в семье Матвиенко. Стоять! Пропусти! Пускать невелено. Что значит невелено пускать? Ты вообще знаешь, кто я? Начальника вызови. Сказано невелено, а звать не стану. Так, что здесь происходит? Вольно! Чего шумишь, бурда? Мы договаривались о допросе Дюка. Ну, было. А сейчас американцы попросили оградить их от неуместного внимания. Есть доказательства? Предъяви. А нет, нечего тут шастать. Сюда больше не приходи. Не порть союзникам праздник, а нам кровь. Итак, спасибо, что историю с полуторкой замяли. Черт знает, что такое. Да они сдурели там. Это как это не пускать? У нас версии, у нас улики. Да какие улики? Куртка летная. Да у него ее украсть могли. Фотография? Так ты мне докажи еще, что именно эта девочка была. Да во время налета на машину Дюк сам пострадал. А пуля из американского Кольта? Да какая пуля? Вы же сами пишите, что скорее всего это самоубийство было. А у младшего бандита тоже Кольт был? И, наверное, же не один? Женя, ты меня с Москвы знаешь. Я уважаю тебя и ценю. А в принципе, я и согласен с тобой. Мутный-то Дюк какой-то. Но! Но! В другой ситуации помог бы тебе. Но здесь не я решаю. Москва! Тут сам! Остапчук! Принимайте дело. Есть! И закрывайте его. Женя! А ты больше к американцам, чтобы не смело соваться. Ясно? Я спрашиваю, ясно? Ясно. Ну вот и хорошо. Выбачь ты. Приятно было работать. Но приказ есть приказ. Комендатура, дайте Никитина. Это еще зачем? Здравствуйте, майор. Бурда беспокоит. Предложение о свидании еще в силе? Тогда слушайте. Алло, мужчина. А не мне ли это цветы? Ну что, мы так и будем тут стоять? Простите. Вы просто вылетали бы в Орлова. Такая честь. Пройдемте. Ах, только я без документов. Все в порядке. Она со мной. Погодите секундочку. Дело ведь закрыто. Вот постановление. Откуда и стало известно об авантюре Бурды. В 61-м году Евгения Бурда, к тому времени преподаватель Юрфака, опубликовала свои мемуары. Правда, в урезанном виде. Все, что расходилось с официальной трактовкой войны, в мемуары не вошло. И это самодеятельность с американским клубом «Изневошедшего». Евгения Марковна решила не включать это в книгу. Серьезный преподаватель, а тут какой-то просто криминальный роман. Но зато вот вошло в дело. Вы читайте. Там есть машинописная копия мемуаров. И они говорят, мы вам ящик виски, а вы нам бочку квашеной капусты. Представляете? Ну и я в голову. Знаю, что нет. Что вы сказали? Я? Да и так ничего. Мысли в слов. А вы что говорите? Да я и говорю, что в качестве подарка, ну вы помните, будет обмен. Американцы попросили квашеной капусты. Целый 100-килограммовый бочонок привезли. Представляете, как понравилось. Ну конечно. Мать его, она тут. Девочку сюда привезли. И на базу же ее везти. Там охрана, что в том Кремле. Вместе с подарком ее отцу и передадут. Как лихо. Потому и меня убрали. Жень, с вами все хорошо? Да отлично. А бочку с капустой, подарок где держат? Да. Конечно. Работится к ваш пункту. А я дура поверила. Она, стой! А, а, рука! Стоять! Ну давай поговорим с тобой на чистоту, Катерина. Девочку на обмен привезла? Кинь сброю, шановна. Прилетели. Скоро меня вытащат. Ихотыху, я ли все гараст? Ситуация патовая. Один выстрел, и все сбегутся. Тогда план тайной передачи девочки провалится. Ну и в бурде тогда не жить. В Голливуде-то называется мексиканская дуэль. Не знаю, как что там называется, а выход-то один. Поговорить. А какой практический смысл? Дело-то закрыто. А разве вам дело интересно только, чтобы закрыть его побыстрее? А как же тайна? Четверо убитых, между прочим. И может быть, это не окончательная цифра? Чего ты хочешь? Ты знаешь, что в этой дисте сидит моя дитина? Конечно. Кого бы тебе еще тут фотографировать? И фотографию с собой носить? А что еще знаешь? Предполагаю. Но хочу узнать наверняка. Зачем тебе девочка? Как-то жил без нее десять лет. Совесть замучила. Мать бросил. Не кинул. Врятувати хотів. Вона мене врятувала, а я не змію. Ты здурила? Они за такой тебя посадят. Это шпионаж. Як ти знайшла фото? Ти кубрацялся в моїй валийзі? Що ти нарубила? Мене заставили за тобою следить. Завербовали. Тут все следят. І хорже, що я это нашла. Завтра вони собираються тебе обыскивать, пока ти будеш на роботі. Прости меня. Ми кохали один одного, але мене відізвали. Я не знав, що вона від мене дитину носить. Дома повернусь за місяць-два. Напишу заяву, дружимося. Попробуй вивезти. Її через полгода взяли. Туберкуліз. Мрєт она здесь. А тут Дюка встречаю. Привет, Атаня Ільиченко, а я її сестра. Вона тут жива? В записці все написано. Пусти руку, мені пора. Як вивезти Элю? Весь екіпаж меркував. Ось, ідея з діжкою. Командир організував вечір з подарунками. І я зв'язався з Кетериною. Сап, можу я допомогу? Приведи дівчинку до бази. З того боку, де дерево примітне. Метри в столбищі не підходь. Эвердон під вартою. У неділю опірні. На картонці не пиши. Де і коли ми зустрінемось. Якщо побачу, що дитина моя, прийду. Спряйся. Так, тут стой. Тут повернісь. Туди смотри. Поняла? К матері бігі. Мамо! Мамо! Тихо, дядя. Не ріпайся. Катері бігі. Катері бігі. Снімай! І рубаху теж. Батя, дай ему свою сирочку. Не бойся, голым не оставим. Кольт вірні. Кольт? На, не потеряй. Навіщо ти це зробив? А затем, дядя, що тепер ти з нами кров'ю пов'язан? Хочеш увідіць свою дівку, будеш плясати під мою дудку. А нет, пайдеш як соучасник. Не буду. Так, долбнем дівку. Окей, 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 окей. Зробимо так. Нехай вдача вирішить. Ось кола до карти. Хто старшу витягне, того і вверх. А, американка. Ігра на желание всліпую. Давай, Майкула. Проиграєш? Поможеш нам в одному дельці. А якщо я проиграю, то забирай свою дівку хоч прямо сьогодні. Фартула? Ну, не сегодня. Живые, слава богу. Ненадолго. Ты что делаешь? Мы же договаривались. Я все сделал. Дурак ты. Будешь работать на меня столько, сколько надо. А иначе тюрьма. А девку я порежу, она все равно не жилец. Понял меня? А теперь... Суды меня. Если вы меня. Но помнишь, я ничего не боюсь. Но что будет с детьми? Ты куда я? Танцевать. Не мне тебя судить, американец. Не забудь подарок забрать. Эллом! Эллом! Стоп, стоп, стоп! Шеллоу! Ангелл, let's go! Сочекай! На шестер! Обним подарунками! Гуд лак! Счастливая доля тебе, американочка! В ночь с 21 на 22 июня авиабазу в Полтаве разбомбили. Это произошло в 2 часа ночи по личному указанию Геринга. Тогда улетели только 8 самолетов. Один из них с бортинженером Дюком на борту и с бочкой квашеной капусты. Катерина умерла в 61 году. А в 2014 году на ее могиле с букетом цветов появилась гражданка США Элли Дюк. Вот уж особый случай, так особый. Подождите, а как вы нашли это дело? Оно же было официально закрыто. Я же говорила, что Евгения Марковна Бурда выпустила свои мемуары. Она диктовала на свои мемуары молодой своей студентке, Аллочке. Аллочка и подумала, что такие дела надо собирать в отдельные архивы. Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Надо же, поп. Попа на первую полусу газеты. Кто б сказал, что такое будет, засмеялся бы. Это если будет. Шайхет опаздывает. Репортер? Ага. Пришли. О, открыто. Сергей Самсоныч. Сергей Самсоныч. Нищер. Что тебе? Давай скорую. Ты какая скорая? Мертвая? А, извини. Стой. Минуту назад переворачивали. Дверь одна. Окно закрыто. Вот квартире. Что такое? Так, Ростов-на-Дону, апрель 43-го года. А когда город освободили? 14 февраля. Ближний тыл в апреле 43-го. Так, в квартире священника Сергея Покровского неизвестный напал на главу военного отдела горкома Соколова, начальника милиции Кировского района Камчатного и репортера областного молота Шайхета. Плюс хозяин квартиры. Вот он. Итого 4 жертвы. Трое убиты. А кто выжил? Репортер? Нет. Владимира Соколова с ранением правого легкого доставили в больницу. Да. Так. Все свидетели молчат. Ну что, оперируем только вещдоками. Ну, вещдок это царский, Артем. Возьмите песочные часы хотя бы. Как вы думаете, почему они были перевернуты? Соколов перед тем, как его увезли, сказал, что бандиты выдали перевернутые песочные часы. Вы просто ну какой черт он переворачивал. Не знаю. Может, чтобы время отсчитывать? Хотя, он ходик и есть. Загадка. Кто-то студент. Это тебе не лекции. Здесь настоящие головоломки. Я уже не студент. И потом, Анатолий Сергеевич, разве не стоит дождаться старшего по группе? Обещали же представить кого-то из Москвы. Ругаться будут. Я и сам могу ругаться. Нечего опаздывать. Иван Захарыч, вы в Москве такого себе и гения бурду знаете? На усиление нам прислали. Тут дивизия нужна, чтобы усилить что-то. Кому докладывать? Мне, Иван Захарыч, мне. Докладывайте. Гильз нет. Стреляли из наганов, скорее всего, из двух, с двух рук, судя по количеству ранений. А по шкатулке на полу что? Дамочка, вам чего надо? Да так, мимо проходило. Интересно же. Идите, здесь нельзя. Место убийства тут, милая, поняла? А я как раз по убийствам спец. Понял, милый? Да не милый он, а добрый Толик, оперуполномоченный. Здравствуй, Женечка. Здрасте. Мама дорогая, баба следователь, то есть женщина. Первый раз вижу. С первых дней войны десятки тысяч сотрудников милиции ушли на фронт. По подсчетам историков, в строевые части отправился каждый четвертый сотрудник наркомата, а по ряду городов цифра была намного больше. К концу 41-го года на фронте сражалась половина личного состава московской милиции. Некомплект на местах закрывали за счет инвалидов, пенсионеров, но прежде всего женщин. К концу войны из примерно 20 тысяч женщин-милиционеров, больше 5,5 тысяч служили в уголовном розыске и отделах по борьбе с хищениями. Иногда женщины совмещали службу в милиции с работой на оборонных предприятиях. После дежурства отправлялись на завод. Посмотри. И из откуда вы сами будете? Из Москвы. Да ладно. Чтоб я так жил, как говорится, если это московский акцент. Ну, положим, в юные годы в одесском угрозыске работала. А шо за интерес? Чисто профессиональный. И кого за что брать приходилось в юные годы? Особо дерзких. Шо такое убийцам, знаете? Вот за них и брали. Еще будем кабурами меряться, или, может, делом займемся? Что произошло, Иван Захарович? Смотри сюда. Убийца сидел здесь. Отпечатки пальцев на внутренней стороне ногой открыл дверь. И с двух наганов по-македонски. А посмотрите сюда. Кажется, мотив есть. На вешалке висел мешок. А в мешке вот деньги. Ого! На вскидку тысяч... Пятьдесят, шестьдесят. Откуда, папа, такие деньги? Так ведь религия. Опиум для народа. Обирает старушек по копеечке на суевериях. Или у вас старушек сверх мера, или суеверно чересчур. Многовато денег. А как преступник попал сюда? Ну, замок не взломан. Ну, крючок поддеть ножом, это же не вопрос. Угу. Так. Хозяин квартиры стало быть удушен. Но других повреждений я не нахожу. Трансгуляционных полос несколько. Душили несколько раз. Ну, скорее придушивали. Сзади веревка, она на полу лежит. Может, поэтому и часы переворачивал. Мол, смотри, как жизнь утекает. Так, тела на вскрытие. Будет что-то интересное, доложите. Ну, ничего похожего на эту веревку тут нету. Значит, пытать планировал. Умысел. А вы наблюдательный. А еще я добрый, внимательный и обаятельный. А курки чьи? Ты грешил, батюшка? Из немецких газет цукарки сворачивал. Там этих газет в прихожей полных полно. И еще кисет в кармане. Разрешите вопрос? Ну, если собирался пытать, почему не боялся? У него ж сосед есть. Может, сговорю? Интересно. Скажите, Тихан Степанович, вы в 9 часов дома были? А как же, завтракал. А до 9 вы, может, видели кого? Кто входил, выходил от Покровского? На кой оно мне? Я человек тихий, чужие дела нос не сую. Понятно. Видели, как на ее губы смотрят? Ну, я тоже на ее губы смотрю. А что? А то. Студент, ты чего? Тихан Степанович, а вы глухой? Есть такое. Меня тут все, как Тихона Глухого знают. Я только по губам читать умею. Ну, а так глухой, как пень. Вот и ответ. Убийца знал это обстоятельство и пытал, не боясь, что услышат. Молодцы вам, Леги, захвалю. Спасибо, Тихан Степанович. Картина нелогичная. Вернее, непонятная. Преступник пытал и в итоге убил священника, так? Да, верно. Ну, а деньги-то он, судя по всему, нашел. Вопрос, он пытал до того, как нашел деньги, или после? Ну, если после, то это крайне загадочно. Потому что преступник ничего не взял. Деньги, карточки, ничего не тронуто. А тайников в доме не нашли. Загадка. Есть еще вариант. Пытал по мотивам с грабежом несвязанным. Пока не ясно. Что за поп такой? Откуда взялся? Дальше двинуться пока сложно. Сейчас скажу точно, когда священник был. А что с рукой, да, Александровна? Уже ничего. Налет. Город-то бандитский. Да ну. И куда милиция смотрит? Вот вчера в полчетвертого был у нас. Я аж испугалась. Такое что-то лохматое, с крестом. В дверях босит. Подайте Соколова. Я его гнать. А тут Соколов вышел. И как кинется, обниматься. Уж не чаялый увидеть. А тут, говорят, город вернулся. Я думаю, пропал Покровский в оккупацию. Хана товарищу. Слушай, как ты в рясу умудрился залезть. Ну просто патриарх. Спасибо, Идочка. Садись. Беседовали между собой, как лучшие друзья. А когда Попа ушел, товарищ Соколов попросил связать его с милицией и с редакцией нашей газеты «Молот». Угу. Хорошо, понятно. Благодарю, Еда Александровна. Пойдем. Мы с Серегой еще с Гражданской знакомы. Сам он из Поповской семьи. Но наш, на мозг, гостей человек. Я потом по партийной линии, он телефонной станции заветовал. По профилю переквалифицировался. Позвонить Божьим тебе расплюнуть. А ты зубы не искал. Тут война была. Голод. Что ему, к немцам идти служить? Вот он и пошел в церковь. Благо семинарское образование имел. К началу Второй мировой войны в Советском Союзе оставалось около тысячи действующих храмов. Еще 1744 были на территориях Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии, которые были присоединены незадолго до гитлеровского вторжения. На захваченных территориях Германия проводила политику поддержки и возрождения церковных общин. Нацисты рассчитывали, что священнослужители будут проповедовать против безбожников-большевиков и помогут одержать победу над Советским Союзом. За три года оккупации только в Киевской области открыли 350 храмов. Согласно тайному плану вермахта, большая часть подлежала в дальнейшем закрытию. На деньги, собранные за годы войны православной церковью, а это 300 миллионов рублей, построили танковую колонну имени Дмитрия Донского. Закупались самолеты, оружие, теплые вещи для красноармейцев. Осенью 1943 года, после встречи с тремя митрополитами православной церкви, Сталин разрешил избрать патриарха и возобновить работу некоторых приходов. Поначалу прежнему настоятелю храма помогал, отцу Нилу. А когда того убило, ну вот, главным стал. Молодец. Я-то чем могу помочь? Я все-таки по другому ведомству. Вот чем дело. На Пасху, Малебин, мы собрали изрядную сумму денег. 60 тысяч рублей. Ага. Хотелось бы передать их советской власти. От прихожан на армию. Ну и хотел бы сам вернуться, если возьмете обратно. Ночи не взять. Нам специалисты нужны. А не посадят? Как-никак в рясе. При немцах служил. После сдачи денег? Да мы тебя на всю страну прославим. А гроши принес? Так кто ж такое сейчас с собой носит-то? Не Ростов, а Чикаго какой-то. Ну это да. Вот что. Завтра утречком потихоньку приходи ко мне с надежными людьми. Прямо домой. Там и передам. А кроме денег, я там такое нашел. Спасибо Николе Угоднику. Увидите, ахните. Ладно. Часов в девять не помешаем? Кому помешаешь? У меня один сосед, и тот глухой. Ни слова больше не сказал. Всегда любил Серега, чтобы эффектно. Я ему прессу обещал. Договорился с редакцией Молота. Выбил публикацию. Вы договаривались лично? С Камчатным, да. А с редакцией через их секретаршу. Репортер нужен был принципиально. Я хотел, чтобы все под протокол. Торжественная передача. А после публикации уже не тронули по Серегу. Хорошо. Выздоравливайте, Владимир Афанасьевич. Всего доброго. Пойдем. В квартире священника Сергея Покровского неизвестный напал на хозяина, главу военного отдела горкома Соколова, начальника милиции Кировского района Камчатного и репортера областной газеты «Молот» Шайхета. Выжить удалось только Соколову. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. При осмотре места преступления стало ясно. Священника перед смертью пытали, душили веревкой. Придя в себя, Владимир Соколов сообщил, священник собрал для нужд советской армии 60 тысяч рублей. Сумма немалая, и горкомовец хотел сделать из этого события, поэтому пригласил репортера. Ладно, коллеги, версии есть? Слушайте, а давайте все за обедом обсудим. Тушеночка. Угощаю. И живу тут недалеко. Послушай, Толик, ты парень хороший, только не по адресу обратился. Что, замужем, что ли? Так, ну-ка, отставить разговоры. Версии давай. Реалистичны две версии. Первая, преступник самостоятельно вышел на отца Сергия. Ну, о деньгах, в конце концов, знали прихожане. А вторая? Вторая, это слив информации от тех, кто был в курсе похода к священнику. Тогда кто-то из ближайшего окружения троих гостей связан с бандитом. Угу. И к какой версии вы склоняетесь? Храм осматривали. Следов взлома и обыска нет. Преступник знал, что деньги священник хранит дома. Тогда вторая, слив информации. Хм-хм. А почему не ушел спокойно? Ведь слили бы и состав делегации, и время визита. Не знаю, не знаю. Но я все равно шел бы от ближнего круга. Кто мог знать о том, что Покровский хранит деньги дома? Или от бандита? Да. В деле есть его фотография. Женечка, можно? Да, да. Проходите, Иван Захарович, присаживайтесь. Извините, фотографии из аппарата репортера вышли не очень хорошие, снято на контражуре, в темноте. Все, что смог. Седоват, на вид лет 40-45. Темное пятно на лице. Это дефект пленки? Нет. То ли гемангиома, то ли свет от ожога. Угу. Единственная примета. А так, военная форма без погон. В таком полгорода ходит. Да? Что скажешь, Ростов-папа, узнаешь? Ну, под описание двое подходят. Грабитель Карпенко. У него невус на щеке. Седой. По нашим данным, в 41-м году остался в городе. После освобождения мобилизован, бежал, вернулся домой. Промышляет кражами. Хорош, Гусь. А еще? Второго пока не знаем. Налетчик. Есть словесный портрет. Свидетелей не оставляет. Взял две квартиры. Убийство. А откуда описание, если свидетелей не оставляет? Объявился в Ростове-на-Дону в начале марта. Грабил квартиры. 6 марта остановил машину зампрокурора. Тот только в город приехал. Расстрелял вместе с семьей. Так, я не понял, в чем дело. Ай! Выжила только жена зама. Борисова. Вы ее в горкоме видели. Сможете мужчину написать? Такой седой. Выстрелил очень быстро. Какое-то пятно на щеке. Что сказал мужу, я не слышала. Еще, как отстрелялся, очень ловко спрятал пистолет. Как будто трюк какой-то провернул. Мне второй пока больше нравится. Военная форма. Камуфляж, что надо. Кто хуже становится. Город прифронтовой. Не Москва. И стреляет уж больно метко. Как в квартире Покровского. Похож, но и Карпенко не исключен. И что делать будем? Отсекать лишние версии. Так, для начала нужно понять, откуда бандит узнал о деньгах. Значит так. Слушай мою команду. Установить наблюдение за секретаршей газеты. Через нее Соколов передавал информацию главреду и репортеру. Время и адрес визита. И за Борисовой. Она соединяла разговоры, могла подслушать. И за служкой в церкви. Кто знает, о чем с ним отец Сергий мог откровенничать. Мог проболтаться. Да, обложили славно. И что в итоге? Никаких результатов наблюдений не дало. И так несколько дней. Может заметили? Переусердствовали? Нет, ну это вряд ли. Слежка была очень качественная. Разве что ли газа был новичок? Нет, нет, не заметил. Погодите, а тогда почему служка обращается в милицию? А вы нет слежки? Да нет, вы не спешите с выводами. Вы прочитайте, что дальше-то. По какому поводу? Ограбление? Вот именно. Преступник сделал следующий ход раньше сыщиков. Креста на этом гаде нет. Ну что же это такое? Иконы поразбрасывал. Ничего не трогать. Эти можно. Я уже обработал. Ленечка, а вот здесь интересно. Подержи. Обрати внимание, знакомый рисунок. Отпечатки точно, как в квартире Покровского. Да. Тут шрам. И тут. Видишь? Интересное дело получается. Да. Значит, убийца знает, что оставил деньги в квартире, и мы их конфисковали. Но приходит в храм и устраивает обыск. Значит, искал что-то другое? Молоток. Вот потому и пытал Покровского. Но что он ищет? А помните, что Сергей Соколову сказал? Что? А кроме денег я там такое нашел. Спасибо Николе Угоднику. Увидите, ахните. Послушайте, а вдруг сокровище? Да откуда им? Храм до войны-то был закрыт. А во время войны откуда ему здесь взяться? Спасибо Николе неспроста. Спасибо. Это икона Святого Николая? Да. Отдайте, пожалуйста. Карандаш бумагу, быстро. Что у тебя, Женщик? Мать моя, извините, это же азбука Брайля. Да это, наверное, отец Нил писал. Ну, предыдущий настоятель. Он слепой. Написано «Барабан под головой». Интересно только, зачем он на иконе писал? Что за барабан, что за глава? Штыдно этого не знать. Глава – это купол, а барабан – это то, на чем он стоит. Держите. За мной. Давайте руку. Аккуратно. Легиза, не лезь! Больше никто не поместится. Купол снарядом разбило. Опасно. Ладно. Он был тут. Сергий. Вот окурки, как в его квартире из немецких газет. А там что? Ну-ка, подсади. Давайте. Нашла. Тут что-то есть. Доставайте. Да тут, тут целое сокровище. Ой. Ну что там у вас? Чего я так долго? Не надо, все. Я сказала, все, лишнее это. Находка под куполом и есть то самое, по словам Сергея, чего ахнете. Других ценностей ни дома у Покровского, ни в церкви не нашли. Вот ради этого священника и пытал. Ну какие ценности? Ну ладно, вон алмазные серьги. Ну остальное, так? Гранаты, топаз, немного жемчуга, старые бумаги. Ценные бумаги. Ой, ну что вы. Все ценные бумаги в России закончились еще в 17-м году. Ну хорошо, хорошо. Но находка-то интересная. Ну а какой с нее толк в плане следствия? Ну, как от вещдока, никакого. Но сыщики превратили это в наживку. Значит так, ведите себя естественно. Ссоры, быт, подавай по полной. Работа мечты. А быт погромче. Да как же так, товарищи? Милиция, печатана квартира, а вы въезжаете. Ну так а людям где жить? Следствие уже окончено. Заходите, мы распакуемся, будем чай пить. Непонятно, что творится. Вот в таком духе и продолжайте. Но помните, гостя ждем нервного. Мне про сокровища кому-то рассказать? Не боже мой, ты легенду забыл? Об этом ты рассказал только одному человеку и то по пьяни. Все, обживайтесь. Смотри, Жора, двигайся так на шарнирах, но без наглости. Ты ноль, шкета голодавший. Ты у нашего новосела эту брошку на спирт сменял, понял? Да понял я. Мужик пьяница, цацкать жены прячет. Ты сам эту хату взять не сможешь. Твоя задача ходить, болтать, светить брошкой, искать этого человека. Ну, не боись, Толик тебя страхует. Да понял я. тихо, тихо, не рыпайся. Гутареца, ты не интересуешься. Дело есть. Элементы. На что вы, дяденька, я возрастом не подхожу. Дело хорошее, само мне не справиться. вот брошка. Вот брошка. Мужик-то и ник у себя нашел. Там такого полно. Вот бы взять, я и на водку дам, а самому мне куда. Дурак ты. Брошка копеечная. Где мужик-то живет? В Релево, 193. Ну, тогда два же дурака. Потому адресы попогрёхнули. Мусора, яну, все переворошили. Так там же тайник. Там такого полно, дзацкие бумажки. Нет. Риск, лик, наворонули. Налет не мое. Я работаю интеллигентно. А тут поп наших пару раз от немцев братов. В шмотках его рыцарь не стал. На, молись, хлебни. Пацаны, ты смешил, не будешь, приходи. Ну, чего ждешь? Малявка. 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 Студент! Малявка. 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 под кожей, на лице, как копоть от взрыва. Что ты ему сказал? Раз ничего не сказал. Он брошь забрал, я отдал. А он мне убог ножом. А я говорил на грудник одеть. У тебя скользящая по ребрам. Царапина жить будешь. И уже есть, что девкам показать. Вставай, герой. Иди сюда. Давай, наш. Почему ли Езову пытались убить? Брошь ведь копеечная. Да, не бриллианты. Но убивали в то время и просто из-за карточек. Нет, ну мы же не говорим о случайном убийстве. Явно охотились за этой брошкой. Почему? Вопрос странный. Значит, какая это ценность есть? И как только поймете, в чем она, нащупаете нить к убийце. Я тебе противен? Почему? Ты не замужем, я проверил. И там, в церкви, мы же... Как ты мог убийцу упустить? Тебя к мальчику приставили не пиво пить. Тебе легко говорить, ты тут командуешь. Там на месте все по-другому. Минута прошла. Жень, давай поговорим. Я не шучу, ты же знаешь, я ради тебя... Не будет у нас с тобой разговора. Все! До конца войны не будет. Время сейчас такое, нельзя нам с тобой ничего строить. Это как на песке будет. А вдруг завтра тебя или меня убьют? Это все мусор. Три-четыре тысячи рублей максимум. Кому может быть интересен этот хлам? Хозяину. Например, бывшему. Только вот как найти его? Акции старые, неименные. Да и сейчас цена им, разве что на растопку. Это было. Вот это. Где-то я это недавно видела. Где, где, где? Вот же. На крышке шкатулки из квартиры Покровского. Знаю ли я эту монограмму, вы спрашиваете? Конечно. Это Уткина. Был такой купец. Все храмы строил. Да его все ростовчане знают. Но я как-то больше беспризорничал, а не в высшем обществе крутился. Это храм тоже Уткина? Конечно. Прежний настоятель Нил был духовником семьи. Тоже краевед, как и я был. Умнейший человек. Ну, понятно, почему ценности именно тут спрятаны. А где сейчас Уткины? Как где? В расход пустили. Как к контуру. Что, всех, что ли? Жену и дочерей. Папаша убег. Женщин-то за что? Много, ты понимаешь, соплячек. Время такое было. Где? Где я спрашиваю бриллианты, сука? Не трогай ее! Не бери! Довольна? Или вас отдать солдатам на день? Или только дочек? Тьфу! Ничего не получишь, хам. Муж все вывез. А что не вывез, спрятано. Ни копейки не получишь. Но тебя-то он тут оставил, тварь. Хорош муженек. Больше нечего сказать. В расход их. Встали! Погнали! Вот такие нравы у эксплуататоров. Сын у них еще был. Вроде наш. Пропал в двадцатом. Денег на полмиллиона Уткин вывез. Ценности. Ладно. Пойдем. Толя, найдите фотографии отца и сына, какие есть. Так а зачем отца? Вряд ли он еще стреляет. Он, наверное, уже лет семьдесят. Сына найду, не вопрос. О, нашла. Вот его карточка последняя. Найденная. Иван Уткин. Да, на мать-то как похож, а? Так, предположим, сын Уткиных ищет фамильные ценности. Из чувства ностальгии или еще почему-то. Толегиза не сказала ему о спецоперации. И Уткин уверен, что фамильные ценности найдены в доме Покровского. Угу. Пойдет грабить. С осадой ждала неделю. Значит, что-то почувствовал. Залег на дно. Хорошо бы выманить. А, да, да. Найти. Но как? Ну, сделать так, чтобы занервничал. В квартире священника Сергея Покровского неизвестный напал на хозяина главу военного отдела горкома Соколова, начальника милиции Кировского района Камчатного и репортера областной газеты «Молот» Шайхета. Выжить удалось только Соколову. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. При осмотре места преступления стало ясно. Священника перед смертью пытали. Душили веревкой. Следствие выяснило, священник в храме нашел спрятанные драгоценности семьи купца Уткина. В 1918 году ему удалось сбежать за границу. Его жену и дочерей расстреляли. Остался жив только сын. Сыщики предполагают, что именно он охотится за наследством отца. Думаете, Уткин объявился? Слушайте, а пожалуй, вы правы. Он же потом от двери за шкатулкой вернулся. Кур вон стреляет, так черт, никогда такого не видел. Упал. Больно. А он назад идет. Если бы не товарищ Камчатный, не сидеть у меня здесь. Так а я-то чем могу помочь? Что нужно? Ваша власть. Подпишите. Постановление о сносе домов? Да. Причем в срочном порядке. До свидания вам. До свидания. Удачи, отец. Ряд из указанных адресов действительно аварийные. Но первым будет стоять дом, где убили Покровского. Демонтаж начнем немедленно, с шумом, чтобы все о сносе говорили. Что это такое творится? Я не понимаю, что... А теперь сделайте то, что я прошу в точности. Прикажите вашей секретарше зарегистрировать как входящая и сделать копии. Потом пусть позвонит в редакцию газеты и передаст постановление в печати. Это невозможно. Ну, газета, конечно, наш орган, молод. Но мимо главного редактора никак. Хорошо. Тогда пусть сначала Борисова соединит вас, договоритесь, а потом передаст все в редакцию. Ну, хорошо. Мысль понятна. У нас по-прежнему два возможных канала утечки информации. Это секретарша горкома и секретарша газеты. Кто-то из них наведет сына Уткиных. Слишком за обеими не дала ничего. Теперь ведь условия изменились. Если убийца узнает о выселении, это заставит его нервничать и действовать быстро. Надо найти тайник раньше, чем его найдут строители, которые разберут все по кирпичику. Закурить есть? Да вы что, Евгения Марковна? Спокойно, Одесса, мама. Возьмем чисто. Да что-то муторно на душе. Действовать строго по плану. Не давать ему времени. Ошеломить и скрутить. Помню. Сунет руки в карман и тут же стреляя. Постарайся не убить. Шмалит он лихо. А он придет? Придет. Одна из наших ловушек захлопнулась. Алло. Это я. Завтра утром его снесут. Я сама график печатала. Это точно так нужно тебе? Ну хорошо, да. Да. Я люблю тебя. Будь осторожен. И до чайку не сделаете? И наберите военкомат? Да, конечно. Вот. Отсюда звонили. Коммуналка. Из всех живецов двое мужчин. Дорохов пенсионер, Раушев боец. Комиссованный после тяжелой контузии. На щеке и шрам. Мы же там его и возьмем. В коммуналке такого стрелка там бойня будет. А с другой стороны, ты уверен, что он стволы при себе держит? Нет, давай уже лучше с поличным. Давайте я сам в засаду. Нет. Собирай всех, лишних не будет. Ты технорям звонил? Звоню. Слышите? Так, всем тихо по местам. Давай ему достать оружие. Стоять, Уткин, руки вверх! Вы арестованы! Нет, 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 Толичка. Толичка, нет. Я уже говорил ради тебя на все это. Убью! Убью! Евгений Марков, добрый, жив! Бегите за скорой, бегите! Итак, Уткин Иван Серафимович. Все-таки он, пропавший купеческий сын. Да, это живая иллюстрация того, как революция крутила судьбу. А в 16-м он примкнул к анархистам. Участвовал в революции. Потом служил в ЧК. Потом воевал против советской власти. А в 20-м, по данным органов, убит. А на самом деле? А на самом деле, как видите, ушел в Турцию, затем в Европу, Греция, Италия. Чем я только не занимался. И кельнером, и таксистом, и журналистом. В Италии в цирке выступал. Чудеса стрельбы из револьвера. Вслепую, в движении по-македонски. На звук голоса. А где научились? Тренировался с юности. Сначала по интересу. А в гражданку пригодилось. Отточил мастерство. А как в СССР попали? Как гражданин Италии. По фамилии Анатра. У Анатра. Это утка по-итальянски. Стрелок-инструктор итальянского корпуса. Так сюда и дотопал. До самого дома. А дома уже нет. И семья неизвестна где. Случайно узнал, что жив еще священник. Наш духовник. И вправду, Ванечка. А я слышу, голос тот же. А говорили убит. Времени-то, времени-то сколько утекло, Ванечка. Да, отец. Много времени. Батюшка. А мать-то моя где? Сестры. Расстреляли их всех, Ванечка. И забрали. Все, что было, все забрали. Хотя нет. Ящичек еще один остался. Приходи, завтра отдам. Какой ящичек? Бумаги, фотографии, письма и скатулка мамина. Мало, конечно. Но это все, что осталось от вашего капитала и от вашей семьи. Нет, не все. Батя-то в Цюрихе. Как поехал в 17-м отвозить активы из Леона, там и остался. Сволочь. Обещал матери и сестрам вывезти. И бросил. Нельзя так об отце, Ванечка. Может, не смог он. Баба там у него, я знаю. Предал он нас. Пытался с ним встретиться в Швейцарии до войны. Он там развернулся основательно. А я на дни. Не принял гад. Его баба новая. Золото ест. А сыну родному шиш. Значит, из сыновьих чувств решил мамки на наследство забрать? Вообще-то там в акциях тысяч на десять долларов будет. Так они тут не принимаются. Так я тут оставаться не собирался. А за границей их с руками оторвут. Да и главное, бумаги, документы. Отец-то мой в сорок первом помер. Да веду, что сын выходит единственный наследник. В Сюрихе меня тысяч шестьсот ждут. А я здесь в шеи кормлю. Жизнь утекает, как песок. Что ж ты сразу ящик не забрал? Отца Нила бомбой убила. Я себе решил, война для меня кончена. Дезертировал, остался тут, прижился. Ну и, конечно, пришлось немножко пострелять. Жрать-то надо. Так и встретил Иду. Машинистку Борисову. Это для вас она машинистка Борисова. А мне жена. Ваня, ты? Ида? Что ты здесь делаешь? Тебя же убили. Как видишь, не убили. Я в Италии жил. А почему меня не забрал тогда? Без сознания был. Рядом взрыв. Видишь лицо? Это порох в рану въелся. Эвакуировали. Вернуться не смог. А это кто? Это мой муж, зампрокурор. Тебя за него искать будут. Я обычно свидетелей не оставляю. И меня убьешь. А ведь я ждала тебя, Ваня. Если бы не война, ждала бы до сих пор. А этот выбора не оставил. Убьешь. Покажи, как закрывалась от меня. Что? Покажи, как закрывалась от меня. Будет больно. Я выстрелю вот сюда. Не бойся, пуля пройдет через мышцы, скользнет по ребрам. Выздоровеешь, увидимся. Обещай. Ида, я и так жизнь свою, как песок, сквозь пальцы упустил. Теперь не оставлю. Слышишь? Да. Дальше мы с мое описание. Без особых примет. Только ничего не придумывай, чтобы не попалось на ложных показаниях. Да. Закрой глаза. Да. Поженились мы по-революционному в Одессе в феврале 18-го. Не венчались, но это была настоящая любовь. А ты женился потом? Нет. Даже не думал, как это после тебя. Болит? Болит. До свадьбы заживет. А зачем вернулся? Почему не ушел со своей? Тебя ведь убьют тут, Ваня. И меня, если узнают, что мы женаты. Заберу свое и уйдем вместе. Сначала в Иран, потом в Турцию. А дальше Европа. Знаешь, у меня в церкви эркеструтига Михаила есть схрон маминого ящичка. В нем нужны мне бумаги. Не может быть. Архистратига Михаила? Да, а что? Сегодня к нам приходил поп. Завтра в 9 утра он сдает деньги советской власти. А к деньгам обещал еще кое-что. Мол, ахните. Уж не твой ли это ящичек? Где найти этого попа? Ваня, что с тобой? Я не знаю. Где он живет? Я не знаю, Ваня. Действовать пришлось экспромтом. Вломился. Начал пытать папа. Хотел узнать, где тут прячут мое. Ну что, отродье попуское? Нравится? Ну что, говорить будешь, сука? Шкатулка матери пуста. Где что прячешь? Фу. Ты мне все скажешь, гнида попуская. Сука. А, поп, ты чего? Пришли. О, открыто. Сергей Самсоныч. Сергей Самсоныч. Ни черта себе. Давай скорую. Ты какая скорая? Мертвая? А, иду звонить. Стой. Минуту назад переворачивали. Дверь одна. Окно закрыто. А вот и разгадка часов, Анатолий Сергеевич. Каких часиков? Песочных. Меня расстреляют? А сам как думаешь? Даже если не считать, что ты офицер вражеской армии, скажи спасибо, что добрый жив. Опер ваш. Талия ля Вита. Чего? Жизнь такая. Или я, или меня. Ах ты тварь. Человеческая жизнь для тебя ничто, да? Ладно, мы Аида. Ее не пожалел. Сам на дно ее за собой тащил. А что было делать? Надо было с собой увезти, раз так любил. Без денег, без бумаг, без наследства. А что для тебя важнее, падла? Деньги или человеческая жизнь? Заврался ты утки. Отца клеймила сам такой же. Яблоко от яблони. Да все равно. Покажите хоть, зачем охотился. На. На, посмотри. Стоило оно того. Мамины серьги. А это сестры. А это мамино кольцо родовое. 15 век. Италия. Мамын род оттуда. Выплюнь, гад! Уткин, стой! Выплюнь! Стой, конвой! Выплюнь! Значит, сбежал от правосудия. А что было в перстне? Цианит. Перстень старинный. Но я туда положили во время революции. Ну, например, избавить себя от мучений. Да, да. Но, увы, семья Уткиных, наверное, плохо знала химию. На воздухе и в контакте с влагой цианистой калий быстро распадается. Превращается в поташ. Да, да, да. А перстень негерметичный. Да, так что умереть своей смертью не вышло. А приговор очевидный. А Ида? Ида получила 15 лет за соучастие и укрывательство. И, как по мне, Артем, неизвестно, кто из них двоих отделался легче. Особый случай. Особый случай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok